я постараюсь быть немногословным верю что времени хватит мне сказать то что я хочу я также помню может недели три назад я проповедовал начал проповедовать о слышании голоса божьего и сказал что продолжу я продолжу не сегодня я просто помню что мы не до конца эту тему обсудили о том как внутри нас есть обращение божье насколько это несложно и просто что все мы это имеем я сегодня хотел бы другую тему затронуть это из книги откровение откройте пожалуйста 2 глава 5 стих страница 276 стандартных библиях здесь говорится об обращении иисуса христа через апостола иоанна к церкви которая находилась в ефесе через апостола иоанна было дано послание семи церквям и ефесская церковь была первая которая получила это послание я сразу возьму 5 стих у нас сейчас нет времени все послание читать то есть мы начнем с того стиха в котором говорится о том что было не угодно в этой церкви потому что эта церковь было много хорошего но что-то было то что в глазах иисуса христа было неправильно и это неправильно было настолько может быть серьезно что способствовало тому что церковь могла перестать существовать и так не давайте 4 стиха простить имею против тебя что ты оставил первую любовь твою и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься амин то есть проблема была этой церкви что она не спала с того состояния в котором находилась мы можем хорошо представлять состояние эфесской церкви потому что у нас есть такое от бога благословение как послание к эфесянам святого апостола павла и оно было написано за 30 лет до этого послания и мы можем в духе святом читая послание к эфесянам представлять и понимать что за состояние в этой церкви и состояние церкви на самом деле было очень сильное и богатое в господи иисусе христе что-то произошло за эти 30 лет что-то произошло такое в чем эфесяне упали из какого-то определенного состояния в какое-то другое состояние и здесь говорится что они должны были это вспомнить покаяться первое они должны были вспомнить и сравнить то что было с тем что есть следующее они должны были покаяться и дальше не просто вернуться в то состояние но к тем делам которые выражали это состояние то есть не просто к внутреннему состоянию но к выраженному состоянию которое имело конкретные дела. Если мы читаем в Деянии апостолов, когда Павел был в Ефесской церкви, то мы видели серьезную веру людей в Ефесе. Вы помните то место, когда люди от обращения к Слову Божьему и к переживанию Святого Духа сожгли огромное количество в Ефесе книг на огромную сумму. Книги, которые были магией, еще каким-то вещам посвященные. То есть люди настолько переживали глубокое посвящение, и переживание Бога, что это было подтверждено серьезными поступками, которые они делали. Ну и я хочу сегодня говорить о том, что мы должны иметь точное духовное понимание, что есть состояние первой любви. Об этом часто говорится, размышляется. Я думаю, что вы не первый раз об этом слышали. И это не какая-то новость, о которой я сегодня говорю. Но, как мне кажется, здесь можно очень легко подумать так, что первая любовь – это что-то связанное с нашими эмоциональными переживаниями. По крайней мере, я так одно время думал. Потому что мой личный опыт рождения свыше покаяния был такой, что я пережил сильное духовное, душевное потрясение. Когда я уверовал в Иисуса Христа, я просто настолько был впечатлен, то есть это было сильное, яркое, эйфорическое переживание. Оно длилось несколько месяцев. И потом оно прошло, и когда я читал или слышал об этом, я всегда думал, что вернуться к первой любви, мне нужно вернуться в то состояние эйфории, которое было. Мне всегда, то есть не всегда, мне часто было трудно говорить с теми людьми, которые не переживали этого. Но я понимаю, что то, что пережил я, это еще не самое главное. Потому что при том, когда человек встречает Иисуса Христа, может быть богатое эмоциональное потрясение, может не быть. И это не обязательно показатель того, что человек родился свыше или пережил Бога. Вот в чем вопрос. И если я так размышлял, что мне вернуться нужно к тем пылким, романтическим, сильным чувствам, что же может, допустим, думать человек, который жил, жил, покаялся, и жизнь его изменилась. И знаете, я много слышал таких свидетельств, когда люди по-настоящему уверовали, но это не было как-то обременено какими-то сильными, яркими, такими вещами, которые были в моей жизни. И вот я сегодня хотел бы, чтобы мы поразмыслили, а что такое на самом деле первая любовь? Проблема в том, что когда мы пытаемся духовно понять какие-то духовные понятия, часто мы туда берем наши человеческие стереотипы, наши человеческие понимания, и эти стереотипы, предрассудки и понимания искажают часто духовные понимания и искажают истину, особенно в понятии любви. Потому что когда люди начинают размышлять о любви, они часто это воспринимают через свой опыт, через свои понятия. И Слово Божье часто дает нам прообразы отношения Бога и человека как отношения между людьми. Но для нас очень важно понять, что мы должны Божье вносить в человеческое, а не через просто человеческое искаженное понимать Божье. Потому что часто мы, имея какой-то негатив в своей жизни, какие-то понимания, начинаем это проецировать на Бога. Вы даже не представляете, насколько много в нас есть тех вещей, которых мы не осознаем, но они подсознательно сидят в нас, в отношении любви. Разные пословицы, разные глупости, разный мусор, который заполнен нашу душу. Знаете, там, сердцу не прикажешь, прошла любовь, завяли помидоры. Это немножко смешно, но на самом деле вы не представляете, что мы часто не держим этого в сознании, но в подсознании оно влияет на наше восприятие Бога. Но мы должны Божье вносить в человеческое, а Слово Божье говорит, любовь никогда не перестает. Если прошла любовь, это не любовь была. Это, возможно, был эндоморфинный выброс какой-то, какая-то влюбленность, какие-то зажженные чувства, но любовь не проходит. Она никогда не перестает. Если в человечестве есть такое понятие, сердцу не прикажешь, но Давид говорит к своему сердцу и приказывает своему сердцу, и говорит к своей душе в приказном порядке, возвеселись, душа моя, что ты унываешь, сердце мое. По-человечески можно сказать, знаете, мы вот эти вещи проецируем на Бога и начинаем так же мыслить. Что-то как-то охладели наше отношение с Богом. Любовь прошла. Что-то сегодня Бог меня не любит или я не люблю. Сердцу не прикажешь. Но Слово Божие говорит, приказывай своему сердцу. Что значит сердцу не прикажешь? Мы имеем, мы имеем такую веру сказать своему сердцу, что ты смущаешься, что ты глупости говоришь. мы можем своей душе сказать, прекрати ныть, потому что мы не находимся сейчас на улице, во дворе, и не играем в московское время или какие-то игры в детстве были. Мы новое творение в Иисусе Христе, и мы имеем реальное понимание, «А что есть любовь?» И Слово Божие говорит, что любовь всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Значит, любовь прежде всего верит, она основывается на вере. И Слово Божие говорит, что всякий, приходящий к Богу, надо на что бы веровал, потому что без веры угодить Богу невозможно. И что и ищущим Его Он воздает. Аллилуйя. И так нужно прежде всего приходить к Богу, веровать, что Он есть, и Его искать. Вы знаете, всякий раз, когда мы приходим к Богу, мы заново Его ищем. Бога невозможно один раз поймать и навсегда. Всякий раз, когда мы соединяемся с Богом, это всегда поиск. Почему? Потому что Бог желает, чтобы в нас всегда была вера. И любовь, она прежде всего верит. Первая заповедь, возлюби Господа Бога своего всем сердцем. Сердцем веруют к праведности. Устами исповедуют ко спасению. Прежде всего, возлюби Бога своего верою, сердцем, потом уже душою, потом уже разумением и надеждою. Потому что любовь не только верит, она и надеется. Но прежде всего, мы должны иметь правильную позицию сердца. Что такое любовь? Любовь, это не эмоция. И настоящая любовь, она никогда не проходит. Потому что она излилась сердца нашим Духом Святым. Я вам могу сказать, что наши чувства, наши эмоции, они могут быть затронуты Божьей любовью. Мы можем переживать, а можем не переживать. Но это не значит, что любовь прекратилась. Потому что она не прекращается. Потому что она не перестает. Так что же такое первая любовь тогда? О чем здесь говорится? Я верю, что говорится о каком-то первом состоянии, в котором находились эфетские верующие. Я верю, что мы можем понять, что это и в нашей жизни что-то первое, что мы пережили при встрече с Богом. Что-то было там важное, что-то было такое серьезное, мы должны туда вернуться, вспомнить это, сравнить с сегодняшним днем и понять, а что мы должны вспомнить. Так это не просто эмоциональный фон, который мы должны вспомнить. Вы знаете, это обольщение, когда мы пытаемся вернуться в прошлые эмоции. Там что-то другое произошло, более важное, которое может быть не видно, но оно в глубине находится. И мы должны понять, что любовь, она стоит на вере. Вера всегда стоит на фактах. И прежде всего, наша вера стоит на факте завета с Богом. Когда Бог взял нас из царства тьмы, Он заключил с нами завет. И вы знаете, Бог не смотрит на наши чувства, Он говорит, любовь не прекращается никогда, потому что есть завет и пролита кровь. Потому что Бог верный, для Него это абсолютный знак, кровь Сына Его. Потому что вера, она стоит на факте Божьего завета. Бог верный, Он заключил с нами завет, и Он никогда его не расторгает. Так что же произошло, когда мы заключили этот завет? Давайте откроем первое место. Иезекииль, 16 глава, 8 стих. Иезекииль, 16 глава, 9 стих. Вы можете сейчас это обращение каждому к себе применить. Согласны? Что это уместно, что Слово Божие обращается к сердцу каждому из нас. Давайте читать, что это обращается к каждому из нас. И проходил я, то есть Бог, мимо тебя и увидел тебя. Аллилуйя. Он не прошел мимо. И Он тебя увидел. И Он тебя знал. И Он предвидел тебя вне времени и пространства. Еще до сотворения мира Он тебя видел. И Он не прошел мимо. И призвал тебя из вечности. И в сердце вложил веру, которая могла откликнуться на Божий зов. Дай аминь. И здесь говорится, что я проходил мимо и увидел тебя. И вот это было время твое. У каждого есть свое время. Нам бы хотелось, конечно, раньше уверовать. Или мы говорим, ну почему же так? Я слышал такое, иногда люди говорят, ну почему я уверовал в 60 или в 70 лет? У каждого есть свое время. Бог знает. И Он говорит, это было твое время. Это не время его или его, или его. У каждого есть свое время. Вы знаете, я задавал такие вопросы. Я говорил, Господи, почему я уверовал сейчас когда я уверовал, а не 3 года назад, потому что мои последние 2-3 года жизни для покаяния были ужасные. Я говорю, зачем этот ужас весь нужен был? Почему я не мог 3 года назад до этого уверовать? Но Слово Божие говорит, я проходил мимо, я тебя видел, это было твое время, это не чужое время было. Это было время любви. И простер я воскрылья рис моих на тебя и покрыл ноготу твою. И поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моей. Аминь. Мы должны вернуться в то первое время, когда Бог заключил с нами завет и вспомнить, что мы были голые, нагие, нищие и ничтожные. И мы ничем не заслужили спасения. И Бог пришел и покрыл нас своей праведностью, своей любовью, своей милостью. Вот это одно из важных состояний первой любви, чтобы мы осознали превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы мы уразумели ее, не просто как-то почувствовали, а уразумели, в Духе Святом поняли, чтобы нам исполниться всею полнотою Божию, чтобы нам утвердиться и укрепиться в этой любви Божией, чтобы нам понять силу и глубину того завета, которого Бог с нами заключил через кровь Иисуса Христа. Следующее место Еремия 2.2 Иди и возгласи в уши дочери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю, о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда Ты последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. Аминь. Когда Бог нашел нас, Он нас сделал своей невестою. Знаете, что было сильно? Я это помню. Я не знаю, что помните вы. Я думаю, у кого-то были более сильные потрясения, у кого-то мел. Кто-то вообще не имел глубоких каких-то эмоциональных потрясений. На этом нельзя строить. И не надо в это возвращаться. Знаете, что было четко и понятно? Ты был готов за Ним идти. Вот это было четко, когда Он сказал, иди за Мной. Вот когда ты только уверовал, Он сказал, иди за Мной, и ты как-то четко говоришь, я пойду за тобой, куда бы ты не повел меня. Я все исполню. Почему мы так говорили? Потому что в нас была вложена сильная свежая вера, дающая посвящение. И когда Бог говорит, ты не спал с той позиции, не просто с эмоционального фона, не просто с романтической эйфории, ты должен вспомнить время начала завета заключения, когда я нашел тебя. Ты должен вернуться к тому посвящению, к той точке, где ты встретил Иисуса Креста, у Голгофского Креста и приколнил колени свои и вспомнить, если ты там не находишься, ты упал низко, ты не спал. И все твои дела ничего не значат, потому что эфесская церковь много делала во имя Иисуса. Но вы знаете, во имя Христа можно и бесов изгонять, и больных исцелять. Это могут даже неверующие делать, Иисус скажет потом, я вас не знаю. на самом деле самое главное состояние, о котором Бог говорит, это состояние настоящего посвящения и решения. Это не просто какая-то поверхностная романтика. Я иногда такое слышал, что говоря, знаете, Слово Божье это любовный роман. Вы кто-то слышал такую метафору? Никто не слышал кроме меня. И Паша слышал. Знаете, я бы сказал как, если бы я сравнивал Библию с литературным жанром, я бы сказал, это больше любовный триллер, чем роман. Глубоко драматичный, психологически тяжелый на самом деле. Это не просто какая-то идиллия, это глубокая трагедия, которая потрясает до основания суть человеческой души. Мы посмотрим, как Бог призывает людей. Посмотрите на Петра. Какой Петр был романтик, рыцарь. Он там ради Христа ухо отрубает. В порыве своего душевного романтизма Бог обламывает его. Иисус обламывает его и ставит его на волевую любовь. И после этого, когда обломанный Петр, он спрашивает, любишь ты меня? Он принимает решение уже. Да. Любишь ты меня, Петр? Да. Это были серьезные слова. Это не был просто порыв. Это не была просто, знаете, эйфория какая-то, в которой он был готов ухо кому-то отрезать, а потом отречься. Павел иудейский романтик, который не по разумению, по ревности такие вещи творил ужасные, потому что романтизм может до фанатизма довести. Пришлось пройти сокрушение, облом и встать на путь любви, который есть труд, посвящение и жертва. Вы знаете, любовь – это не состояние аффекта. Это не просто эмоциональный взрыв. Бог желает, чтобы мы чувствовали его. Бог желает, чтобы мы переживали его, но это последствия только. Это не есть то, на чем можно стоять. Знаете почему? Потому что Бог знает, что душа человека, его чувства и разумения искажены страшно грехом. И на том, что искажено страшно грехом нельзя строить, потому что тогда и будет прошла любовь и завяли помидоры. Потому что тогда и будут эти вещи. Бог меня не любит. Вы слышали, когда такое от верующих? Бог меня не любит. Кто-то слышал это или нет? Вот этот театр романтический губки надули. Он не любит меня. В послании к римлянам говорится, Бог доказывает свою любовь в том, что отдал сына своего на смерть. Смотрите, там продолжительный глагол действия не просто доказал, а постоянно доказывает каждый день свою любовь тем, что он отдал сына своего. Как смеешь ты говорить, что Бог тебя не любит? Что он тебе сегодня пятки не пощекотал на ночь? или что-то не так произошло? Дух Святой не пощекотал тебя, не повеселил? В чем проблема? Как смеет человек Богу заявлять, что он не любит его? Если Бог доказывает это от Голговского креста до сегодняшнего дня, доказывает тем, что отдал сына своего на смерть, может ли быть большее доказательство? Вы кому-то доказывали свою любовь, отдав жизнь свою за кого-то? Может ли больше аргумент быть? Посмотрите, какое серьезное доказательство есть, на котором уже можно стоять. Правда? На котором можно все пройти, на котором можно строить свою жизнь, веря в то, что Бог любит меня. Слово Божие говорит, Бог познал своих, Бог явил свою любовь, и Иисус Христос умер за каждого из нас. У нас нет другого основания, как вера в верность Божию. И то, что я сегодня чувствую или не чувствую, можно пойти в мусорное ведро выкинуть. И можно сказать своему сердцу. Знаете, сердцу не прикажешь, как-то сегодня я не чувствую Бога. Можно сказать, сердце, я тебе приказываю чувствовать Бога. А если не чувствуешь, иди спать. Я буду с Богом общаться. Без вас, без всех, без плоти, без души, доплевало нас на всех. Не хотите чувствовать, и не надо. Потому что, если мы строим нашу любовь с Богом не на том основании, вот это и будет Ромео и Джульетта, вот это и будет День Святого Валентина и Валентинки для Христа на эмоциях. А потом он не любит меня, знаете, кривляться можно, надуваться можно. Бог явил свою любовь, доказал и доказывает. И от нас он ожидает того же доказательства, чтобы мы предоставили себя. Не просто мы там поплакали, расчувствовались, прослезились, это хорошо. Но если с этим дальше ничего не идет, это не хорошо, это ничего. Бог желает, чтобы мы постоянно шли путем жертвы, чтобы мы доказывали, предоставив себя в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. Каково такая любовь? сейчас последнее место прочитаем. Я так все места сократил сразу. Левитт, шестая глава. Левитт, шестая глава, девятый стих. на самом деле Богу важно все в нашей жизни. Бог желает давать нам глубокие переживания, Бог желает давать нам и радости, слезы, Бог желает наполнять нашу душу, но мы не должны этого искать, мы должны его искать, потому что мы ищем, если этого, мы будем манипулируемы ситуациями и прочими вещами, мы станем маниакально депрессивными людьми, мы будем искать маниакальные состояния в Боге, когда их не будет, будем впадать в депрессию, и жизнь человека и будет такая, знаете, аллилуйя, молитесь за меня, аллилуйя, молитесь, вера, что-то как-то Бога, что-то как-то не стало вроде, как-то не любит он меня, ужас какой. В чем проблема? Проблема, что человек накачал себя эмоциями, весь запас, который у него был, он использовал маниакально, и маятник в депрессию качнул, Бог всегда был там, тут и здесь. Левит, шестая глава, девятый стих. Заповедуй Аарону и сынам его, вот, закон всесожжения. Всесожжения пусть остаются на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника, и пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место, а огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжения, и сожигает на нем туг мирной жертвы, огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Амин. Мы есть храм Духа Святого. Наше сердце есть жертвенник, на котором Бог заповедовал, чтобы огонь горел всегда поклонение Ему. Первая заповедь о том, что пусть огонь остается всю ночь. В жизни с Богом не бывает только полдень. Настоящая жизнь с Богом это день, вечер, ночь, утро, день, вечер, ночь, утро, зима, весна, лето, осень. Есть разные периоды жизни, но огонь должен гореть всегда. И когда наступает ночь в нашей жизни, это не будет один раз, это будет много раз в нашей жизни повторяться, потому что Бог желает, что наша любовь стояла на вере. И когда наступает ночь, ночь наших чувств, ночь наших переживаний, ночь наших обстоятельств в жизни, когда все темно, вот здесь проявляется истинная любовь к Богу. Вот здесь будет ли гореть огонь на жертвеннике, когда Он не дает тебе никаких чувств, когда все обстоятельства против тебя, это не будет всегда, потому что при кратковлении нам страданий Бог делает нас непоколебимыми. Мы все преодолеваем силу возлюбившего, но эти ночи многократно будут в нашей жизни, мы должны знать это, потому что Бог желает, чтобы мы любили Его, когда есть ночь, чтобы огонь горел на жертвеннике, когда есть ночь, когда нету ничего, когда есть зима, но ты уже чувствуешь, как Марк чувствовал батарею, весна уже близко, проснись, моя возлюбленная, потому что весна уже близко, и когда наступает весна, все равно зима еще будет в жизни, все равно разные периоды будут, разные циклы будут в жизни, но истинный, любящий, посвященный человек, он поддерживает огонь на жертвеннике всегда, он верный, он посвященный, он любит Бога, у него есть крепкое основание, ночь, день, что бы ни происходило, его сердце всегда горит для Бога, какие бы периоды не происходили, хорошо гореть в период пробуждения, но пробуждение дает Бог, вы верите в то, что все великие пробуждения произошли не по человеческой силе, я в это не верю, что люди могут сделать пробуждение, всякое сильнейшее излияние Духа Святого, как в 50-нице, это Божье действие, и знаете, легко веровать, когда есть сильный огонь Духа, легко гореть, но кто сохранил веру между этими периодами пробуждений, кто огонь поддерживал веры, не просто на Азуза стрит 50-ники пережили, не просто Уэлс, мы знаем все эти события, но кто столетия продолжал веровать в Господа, кто эти люди, о которых мы не знаем, которые были, может быть, в темной ночи церкви, но они продолжали верить, поклоняться, молиться, ходатайствовать и пророчески видеть будущую силу славы Божией, как Самуил. В те дни Слово Господне было нечасто, видения были редкие, а Самуил служил Богу. Амин. Вот это любовь. Она всему верит, она всего надеется, она все переносит. Вот такая любовь никогда не прекратится. Эйфорическая любовь до первой проблемы. И сегодня он еще кричал перед Богом и прыгал с бубном и кидал одежды свои под Иисуса, когда он входил в Иерусалим и кричал ты царь иудейский, а завтра что-то произошло, он будет кричать распни его, будет распинать своими грехами его и будет роптать, будет надувать губы и говорить Бог не любит меня, Бог оставил меня, Бог отдалился от меня, Бог никогда не оставляет. Слово Божие говорит никогда не покину, не оставлю вас, никто не не восхитит вас из руки моей, вы читали это или нет? Как вы думаете Бог лжет или нет? Это мы лжем на Бога когда говорим так, Слово Божье истина, Слово Божье не говорит неправду, Бог говорит я никого из вас не оставлю никогда в жизни, никто вас не возьмет из руки моей, написано это в послании в Евангелии от Иоанна или нет? Так чего же мы иногда говорим Бог оставил меня? Так чего же мы говорим что Бог не любит меня. Да как мы смеем так говорить? Нужно, как сказано было в Кефейской церкви, покаяться, посмотреть, куда ты упал и вернуться к завету с Иисусом. Встать на колени и сказать, Иисус, я был пять лет назад, десять-пятнадцать, нищий, бедный, грязный грешник. Я сегодня точно такой же. Ты нашел меня, ты спас меня, ты покрыл меня своими воскрельнями рис, ты умыл меня своей кровью. Я хочу сегодня вернуться в радость спасения моего. Я сегодня хочу обновиться в своем покаянии. Я сегодня хочу точно так же сказать, как это было у кого-то там двенадцатого сентября две тысячи третьего года или двадцать второго августа девяносто четвертого года. Роли не играет, мы не зарабатываем стаж в Царстве Божьем. Пятнадцать лет верующий, ты двенадцать, десять, двадцать, роли не играет, не надо хвалиться годами. Это не отсидка какая-то. Мы должны вспомнить, что мы сказали, мы сказали, я отдаю свое сердце тебе, будь моим Господом, я пойду за тобой. Мы готовы были тогда идти за ним в пустыню? Да или нет? А сегодня в пустыне начинаем орать, Бог меня не любит. Разве не так это происходит? Мы начинаем лгать на истину. Мы сказали, мы пойдем за тобой куда угодно, и вдруг в нашей жизни мы пришли в ночь, мы пришли в пустыню и начинаем визжать. Но Бог-то не изменился. Бог говорит, да потерпи, завтра уже утро, посмотри. Уже оазис видно вдалеке, потерпи чуть-чуть. Ведь вера, она проявляется в долготерпении. Ведь настоящая любовь все переносит, всему верит, всего надеется. Все покрывает, а не цепляется за мелкие детали. Поэтому скажи ангелу Эфесской церкви. Имею против тебя. Смотрите, Иисус может что-то иметь против нас. Имею, говорит, против тебя, что ты что-то оставил, что-то потерял. Может, не заметил это. Это потерялось незаметно. Первую любовь. То силу, то посвящение, то решение, то все настоящее. Вернись, покайся и твори прежние дела. Аллилуйя. И даже сегодня, если ночь, жертвенник должен гореть. А еще нужно, знаете, что сделать? Каждый день нужно собирать пепел и выносить его, выкидывать. Потому что, когда горит жертвенник, много нагорает. И мы должны каждый раз обновляться в нашей духовной жизни. От пепел всегда должен быть выбрасываться. А не то, что мы должны накапливать горы пепла. Чем больше пепла, тем больше все поймут, что я давно уже жертвенник. Поддерживаю. Лучше его не выкидывать. И у тебя уже горы такие пепла. И ты проходишь и думаешь, ну тут понятно, что я уже лет 10 в кочегарке работаю, религиозной. Пепла вообще не должно быть. Ты должен весь пепел, все старое, все вчерашнее выкидывать. И написано, каждое утро милость Божия обновляется, и каждое утро ты все начинаешь заново. И живешь уже днями. Сколько ты, брат Юрий верующий, я есим. Он скоро уже будет так духовно, говорит, я сейчас. Вот. Аллилуйя. Слава Господу Иисусу Христу. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы благодарим тебя за настоящую жертвенную любовь, которая излилась в наши сердца Духом Святым. И мы благодарим тебя, что мы причастники твоей любви и имеем эту способность верить, надеяться, любить. Мы благодарим тебя, что в нас есть это состояние любви нашего сердца к тебе. Это не наша способность, а твоя, вложенная в нас. Что мы можем все перенести, все преодолеть в нашей жизни. что у нас достаточно силы не роптать на тебя, не говорить богохульство, не осквернять имя твое святое, ибо ты доказываешь, ты доказал и доказываешь, и продолжаешь доказывать свою любовь жертвой Иисуса Христа. И у нас нет никакого права говорить против твоей жертвы, против твоей любви. Прости нас, если бы мы грешили против тебя самым страшным грехом, неверия в сына твоего, недоверия твоей любви. прости нас, Господи, ибо мы знаем, что твоя любовь, она мощна и сильна, и она доведет нас до конца. Помоги нам вернуться и вспомнить состояние посвящения, покаяния, как ты нашел нас и одел свои одежды. Как ты дал нам новое сердце, то сердце, которое может верить и дал нам способность надежды и дал нам силу любви. И мы знаем, что твоя любовь, которую мы получили от тебя, мы хотим ее вернуть тебе и также отдать ее людям. Эта любовь не пройдет. Эта любовь не прекратится. все закончится, но не эта любовь, которая проистекает из вечности в вечность. Аминь. не пройдет. Аминь. Продолжение следует...